Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Продолжение следует... И учитесь вместе с нами. Станьте учениками. И не просто сидите. Высвобождайте свою веру. Ожидайте чего-то. Позвольте этим истинам войти в ваш дух. Сделайте их частью своей повседневной жизни. Я рекомендую вам посмотреть предыдущий эпизод. Мы продолжаем серию эпизодов о нашей власти во Христе. И для вас будет благословением узнать, что было сказано прежде, чтобы вместе с нами продолжить изучение этой темы. Сегодня мы начнем с чтения восьмого псалма. Псалом 8, 5. Но на иврите, оригинальном языке Ветхого Завета, написано, «Немного ты умолил его перед Элоим», то есть сделал его немногим ниже Бога, не просто ангелов, а самого Бога. Итак, «немного ты умолил его пред Богом, славою и честью увенчал его». И я обожаю седьмой стих. «Поставил его владыкою». Поставил его владычествовать, иметь власть. Поймите, поскольку мы сонаследники Христу, все, что принадлежит Христу, принадлежит нам. И наше наследство включает не только здоровье и процветание, оно также включает власть. И нам нужно умело применять и использовать все наше наследство, а значит и нашу власть. Нам нужно знать свою власть и уметь ее применять, ее использовать. Еще раз седьмой стих. «Бог поставил человека владыкою над делами Божьих рук. Все положил под ноги его». И мы уже читали в Ефесянам, что силой Божьей Иисус был воскрешен из мертвых и посажен по правую руку Отца. Что это? Это позиция власти. И далее написано, что поскольку Бог возлюбил нас, Он и нас воскресил. Он оживотворил нас и воскресил нас со Христом. И мы говорили об этом в предыдущем эпизоде, что Иисус назван главой, а церковь, тело Христа, это Его тело. Знаете, у вашего тела точно те же права, что и у вашей головы. Это не две самостоятельные единицы. Они неразрывны. Ваше тело и голова – это одно целое, состоящее из многих частей, но одно целое. Точно так же мы одно со Христом. Его власть – это наша власть. То, что принадлежит Ему, принадлежит и нам. Люди этого не понимают, и дьявол хочет помешать им прозреть, потому что, поняв, что вам принадлежит та же власть, что и Христу, вы прекратите позволять дьяволу осуществлять его план в вашей жизни каждый день. Иисус не позволял планам врага против него преуспеть. Каждый день земного служения Иисуса Ему противостояли. Когда Он возлагал руки на больных, когда Он проповедовал истину, столько религиозных лидеров и людей из толпы противостояло Ему, а Он просто продолжал действовать. Он просто перешагивал через это противостояние и продолжал двигаться. Он никогда не позволял никакому противостоянию сдерживать или замедлять Его. Ваша власть поможет вам не остановиться и продвигаться вперед согласно Божьему плану. Да, было противостояние, но власть Иисуса не позволила этому противостоянию мешать Ему и останавливать Его. То, что мы одно со Христом и у нас есть власть, не значит, что противостояние оставит нас в покое. Это значит, что оно будет безуспешно против нас. Оно потерпит провал, пойдя против нас. Аминь. Если мы будем применять свою власть. Аминь. Наша власть не действует автоматически. Нам нужно отстаивать свои права. Мы не перед Богом отстаиваем свои права, а перед дьяволом. Когда дьявол противостоит нашему телу, мы говорим, убери свои руки от моего тела. Когда дьяволу противостоит нашим финансам, мы говорим, убери свои руки от моих финансов. Если он противостоит вашей семье, вашим детям, скажите, убери свои руки от моих детей. Убери свои руки от моего бизнеса, от всего, что со мной связано. Каждый день владычествуйте. Каждый день применяйте свою власть. Иначе дьявол воспользуется этим днем, чтобы попытаться проникнуть в вашу жизнь. Жизнь верующего – это жизнь ежедневного сопротивления. Наряду с радостью и верой сопротивление также является нашим образом жизни. Сопротивление не Богу, не Духу Святому, не авторитетам, которых Бог поставил в нашей жизни, но сопротивление проникновению врага. Если мы не будем применять свою власть каждый день, дьявол будет по чуть-чуть пробираться в нашу жизнь. Так что каждому симптому, который идет против вас, противостойте. Каждой неправильной тревожной мысли, противостойте. Каждой беспокойной мысли, противостойте. Как противостоять? Отвечайте. Как полицейский применяет свою власть? Он, во-первых, использует слова. А затем он может использовать физическую силу при необходимости. Но он не просто тихо стоит, говоря, посмотрите на мой жетон. Он не просто тихо стоит, надев жетон. Он что-то говорит, используя свою власть. Точно так же наша власть вступает в силу через слова. Говорите. И Иисус сказал это в Марка 11, 23. Кто скажет горе сей, поднимись. Видите ли, эта гора противостоит. Она стоит на пути. Она мешает. Она останавливает продвижение. И Иисус сказал, кто скажет горе сей, поднимись. О чем он говорит? Применяйте свою власть. Если вы примените свою власть, скажете горе, поднимись и ввергнись в море. И не усомнитесь. Видите ли, вам нужно верить, что у вас есть власть. Кто не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Этот стих заявляет, то, с чем вы будете говорить, будет вам повиноваться. Почему? Потому что, когда вы примените свою власть, вас поддержат небеса. Божья сила вас поддержит. Власть ничего не дает, если за ней не стоит сила. Сила Божья присутствует в вашей жизни, внутри вас, и вокруг вас, и для вас, чтобы поддержать ту власть, которую вы применяете. Вы не действуете в одиночку своими человеческими усилиями и способностями, пытаясь привести что-то в исполнение. Когда вы говорите что-то согласно той власти, которую Бог вам дал, Его сила выходит навстречу этой власти и поддерживает вас. Абсолютно каждый раз. Но вам нужно верить, что Его сила вас поддерживает. Послушайте, если бы мы на самом деле полностью как должны верили в то, что сила Божья нас поддерживает, насколько больше мы бы делали для Бога, согласно Его плану. Аминь. Иисус сказал в Иоанна 8,32. «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». Вам нужно лично знать истину. Недостаточно, что ее знает ваш пастор. Вам нужно знать ее. Вам нужно знать ее в собственной жизни. Никто не может применять власть в вашей жизни, кроме вас. Ваш пастор не должен применять свою власть вместо того, чтобы вы применяли свою власть. Он помазан и уполномочен учить вас о вашей власти. Но вам нужно встать и отстоять свои права и привилегии. Посещение церкви замечательно, и нужно приходить в церковь, но это не заменит применение вами своей власти. Просто посещение церкви – это не применение власти. Каждый день нужно применять свою власть против того, что пытается помешать Божьему плану в вашей жизни. В Осии 4,6 Бог сказал, «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». Когда люди не знают, что принадлежит им во Христе, они лишаются тех благ, которые им даны. И нам нужно не просто знать, что у нас есть власть, но и использовать эту власть. Как мы говорили в предыдущем эпизоде, часто люди мыслят неправильно. Они говорят, почему в мире творится зло? Потому что люди, у которых есть власть, не используют ее. У Адама была власть, и он ее передал. Согрешив, пойдя против плана Божьего, пойдя против Слова Божьего, он не только утерял общение с Богом, но и ушел со своей позиции власти. Когда общение было разорвано, власть была утеряна. И второе Коринфянам 4.4 называет дьявола Богом этого мира. Это значит, что к нему перешла власть, которая была у Адама. Но когда пришел Иисус, он пришел, чтобы вернуть человека к Богу, вернуть человека в общение и в единство с Отцом. Но для этого Иисус также восстановил его власть. Знаете, у вас есть власть, поэтому в Евреям 4.16 сказано, «Посему, да приступаем с дерзновением к престолу благодати. Нам дано это право». Каким образом? Мы сидим прямо рядом с Отцом. Мы воскрешены и посажены со Христом на небесах. Так говорит Слово. Наше место у престола. Наше место у престола. Аминь. Итак, христиане, которые неправильно мыслят, не понимают преподаваемой здесь истины, иногда обвиняют Бога. Почему Бог позволил этому произойти со мной? Почему Бог позволил этому произойти с моей семьей? Почему Бог позволил этому произойти с моими детьми? Нам нужно понять. Бог позволяет то, что мы позволяем. Почему? Потому что Бог разделил с нами власть. Помните, когда Иисус был на земле, ученики попросили Его, «Научи нас молиться». И Он произнес молитву. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Божья воля всегда исполняется на небе. Почему? Потому что это Его место обитания. Там находится Его престол. И в Своем собственном присутствии Он применяет власть небес. Если бы воля Божья исполнялась на земле, как на небе, зачем бы Иисусу было молиться, чтобы она исполнялась на земле, как на небе? Она не исполняется, пока никто не сотрудничает с Богом, который на небе. Итак, что нужно, чтобы воля Божья исполнялась на земле, как на небе? Нужно, чтобы люди, которые одно с Отцом, одно с Иисусом и разделяют с Ним ту же власть, применяли на земле ту власть, которую Бог применяет на небе. Аминь. Поразительно! Мы участвуем в исполнении этой молитвы. Иисус сказал, «Отец, да будет воля Твоя на земле». Как? Через нас. Владычествуя, применяя свою власть, мы запрещаем то, что Бог запрещает. Разрешаем то, что Бог разрешает. Но если мы что-то не запрещаем, нет запрета, который небеса могли бы поддержать. Если мы что-то разрешаем, небеса вынуждены это разрешить. Так что вместо того, чтобы обвинять Бога, почему Он позволяет злу происходить, нужно обвинить собственное, недостаточное использование Божьей власти. Но я не знал, что могу ее использовать. Ну, слово и говорит, «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». Плохо находиться в неведении. Незнание приводит к поражению. Мы больше не можем обвинять Бога в том, что Он нас подвел. Поняв, что принадлежит вам во Христе, вы никогда не позволите с ваших уст сойти обвинением, что Бог не выполнил свою часть. Всегда дело в нас. Никогда не в Боге. Причина провала всегда с человеческой стороны. Потому что у нас есть та же власть, с которой Иисус действовал, когда Он был на земле, и которую Он сейчас применяет по правую руку от Отца. У нас та же власть, и эта власть совершит то же, что она делала для Иисуса. Но нам нужно применять эту власть. Аминь. И если мы приходим к Богу и говорим, «Почему ты допустил это в моем доме?» Будь у нас уши, чтобы слышать. Бог бы сказал, «Почему ты допускаешь это в своем доме?» Так ответили бы небеса, если бы вы прислушались, потому что так говорит Слово. Аминь. Небеса нас поддерживают, но нам нужно действовать, чтобы небесам было что поддержать. Матфея 18, 18. Иисус сказал чудесные слова о том, как проявляется наша власть. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, что вы свяжете, не что Бог свяжет, а что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что вы разрешите на земле, то будет разрешено на небе». И прочитаем, как это звучит в других переводах. «Все, что вы запретите на земле, небеса запретят. Все, что вы позволите на земле, небеса позволят. Все, что вы запретите в своем доме, небеса запретят. Все, что вы позволите в своем доме, небесам придется позволить, будь то хорошее или плохое. Небеса нас поддерживают. Заметьте, тут не сказано. Все, что будет связано на небе, вы свяжете на земле. Нет, действие начинается на земле. Действие начинается на земле. Вы связываете на земле, и затем небеса реагируют на то, что вы делаете на земле. Если вы не выдаете запрет на что-то, небесам нечего поддержать. Аминь. Небеса нас поддерживают. Здесь мы видим, как Иисус передает власть. И объясняет людям, не понимающим этого, как нужно жить. Вы связываете. Если вы не хотите чего-то в своей жизни, запрещайте это. Если вы хотите разрешить что-то в своей жизни, разрешайте. Высвобождайте это в своей жизни. Аминь. Высвобождайте доход, чтобы он пришел к вам. Видите ли, дьявол связывает доход. Дьявол связывает умножение. Развяжите. Если что-то не приходит в вашу жизнь, это потому, что оно где-то связано. То, в чем вы нуждаетесь. Помните, как Иисус направлялся в Иерусалим, чтобы быть распятым? А пророками было предвещено, что он въедет в Иерусалим на осленки. Помните? И Иисус сказал своим ученикам, в соседнем селении есть осленок. Пойдите, отвяжите его и приведите ко мне. Он не сказал, ну, если у Бога есть для меня осленок, значит, он появится. Нет. Он дал указание ученикам пойти и развязать то, что понадобилось Господу. Они так и сделали. И Иисус въехал на нем. Заметьте, некоторые вещи нужно развязать, потому что они связаны где-то в другом месте. Развяжите их. Как? Своими словами. Осознайте, что вашу власть, власть, данную вам Богом, поддержит небеса. И, конечно, вы не можете просто связывать и высвобождать все подряд. Только то, что в плане и воле Божьей. Потому что Божья власть, она для плана Божьего, для воли Божьей. Вы не можете просто сказать, я заявляю, что тот дом в конце улицы мой. Если этот дом кому-то принадлежит и кто-то живет в нем, вы не можете забрать то, что принадлежит другому человеку. Бог не дает вам права выселять других людей. Но если Бог говорит, что это ваш дом, вы можете сказать, отец, я высвобождаю свою веру об этом. Я беру этот дом на основании того, что ты сказал. Нужно знать его волю и его слово, чтобы связывать и высвобождать. И еще, связывая и высвобождая, будьте в духе. Не просто будьте на арене ума, будьте соединены со своим сердцем. Это должно проистекать из вашего сердца. Это не просто умственное действие, это духовное действие. Так что посвятите время тому, чтобы войти в присутствие Божье, поклоняться Богу, соединиться со своим духом. Аминь. Аллилуйя. Иисус показывает нам в Матфея 18, 18, что все, что мы свяжем, будет связано. Небеса это свяжут. Во всем, что мы высвободим, небеса нас поддержат. Иисус показывает нам, что Он победил дьявола, повернулся и передал нам власть. И нам нужно сыграть свою роль. Религия думает, что Бог все сделает. Бог уже все сделал. Он дал вам власть. Он дал вам всю власть. Он дал вам все способности. Небеса все сделали. Теперь вы все делаете. Аллилуйя. Усвойте одну чрезвычайно важную истину. При каждом столкновении с дьяволом осознавайте, что он уже совершенно и полностью поражен и сокрушен. И у вас есть абсолютная власть над ним, как над пораженным врагом. Не обращайтесь с ним так, словно он с вами на равных. Или выше вас. Нет, вы во Христе. Вам, как человеку, не под силу тягаться с дьяволом, но вы не подходите к дьяволу, как человек. Вы подходите к нему со властью Христа. В единстве с Отцом, как тело едино с головой, вот как нужно подходить к дьяволу. Не человек подходит и разбирается с дьяволом, но человек во Христе. Новый человек. Новое творение во Христе. Человек, использующий власть нового творения, осознающий, кто он во Христе, и использующий это, чтобы справиться с обстоятельствами. Колоссянам 2.15 Иисус, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Иисус полностью поразил начальства и власти и лишил их силы. Иисус поразил дьявола, затем повернулся и передал нам эту победу. Иисус победил дьявола не ради себя. Он победил его ради нас. Чтобы у нас была победа. Аминь. Мы не пытаемся заново поразить дьявола. Мы не пытаемся заново его победить. Он уже побежден. Поэтому каждый раз, когда приходят симптомы, недостаток, умственные мучения, подходите к ним с пониманием. Вы уже побеждены. Симптомы вы уже побеждены. Недостаток ты уже побежден. И я здесь, чтобы напомнить всему, что приходит, вы побежденные враги. И я применяю власть и победу, которая уже завоевана для меня. Вот что поддержит небеса. Понимая, что дьявол побежден, вы обращаетесь с ним соответственно, мыслите и говорите о нем соответственно. Аминь. Мы не пытаемся заново победить дьявола. Мы применяем его поражение. И мы применяем свою победу. Победу, которую завоевали не мы, а Христос для нас. Мы применяем то, что Иисус совершил для нас. Давайте прочитаем замечательные слова в Римлянам 5, 17. «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного...» О чем здесь речь? Об Адаме. Когда Адам совершил преступление, предал Бога, совершил измену, согрешил против Бога, смерть воцарилась. Что это значит? Смерть взяла верх. Смерть получила власть. Смерть начала действовать. Видите ли, ко всему, что смерть принесла на землю, Бог никак не причастен. Грех открыл эту дверь. «Ибо если преступлением одного, Адама, смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». Итак, поражение Адама не было последней точкой. Иисус пришел. Он обратил вспять все, что сделал Адам. Поразил дьявола. И мне так нравятся эти слова. «Приемлющие обилие благодати». Это о нас во Христе, так? И дар праведности. Видите, мы теперь праведны перед Богом, потому что это подарок. Мы ничего не заслужили. Мы получили дар праведности. И что теперь? Мы будем царствовать в жизни. Не сами, а посредством Его. Не через что-то, что мы заслужили, а через то, что Он завоевал для нас. Мне так нравятся эти слова. «Царствовать в жизни». «Царствовать в жизни». Мы должны царствовать над обстоятельствами. Обстоятельства приходят, но не за ними последнее слово. За нами последнее слово. Эти слова «царствовать в жизни» рисуют портрет царя. И даже если говорить земными категориями, Он правит. То есть, что бы ни произошло при дворе, что бы ни произошло в Его царстве, за Ним всегда последнее слово. За Ним окончательное слово. Его слова имеют вес. И когда Он говорит, Его слова вступают в силу, потому что Он царь. Он царствует. Он царствует. И мы подняты на эту позицию. На позицию царствования. Так что, когда приходят обстоятельства, не стойте и не молчите. Скажите что-то. Царь не позволяет противнику просто так заявляться в его владение и сеять хаос. Царь что-то говорит, провозглашает слова, которые определяют, чем все закончится. Вы определяете исход. Не вы решаете, придут ли обстоятельства или нет. Но вы можете решить исход этих обстоятельств. Как? Царствуя в жизни. Используя свою власть и владычество. Кто-то скажет, ну не похоже, что я царствую в жизни. Вы будете царствовать, если воспользуетесь своей властью. Именно использование власти дает нам царствовать в жизни. Аминь. Итак, обстоятельства приходят, но мы решаем, что будет. Мы определяем исход. Заметьте, нам дано право жить так, словно у нас нет врагов. Почему? Потому что Иисус сделал нас господами над дьяволом. Но нам нужно применять свою власть, использовать ее и жить властно, как Он нам предназначил. Аминь. Аллилуйя. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения dufrain.